Все, переходим к следующему вопросу. Юрий Владимирович, выделение денег на планирование, на зональное планирование трех миллионов рублей. Уважаемая администрация, будет кто-нибудь комментировать данные, выступать по данному вопросу? А трех миллионов рублей на зональное планирование? Этот вопрос у нас ставится на каждом комитете, который идет со времен принятия бюджета. У меня только такая же просьба, наверное, если я скажу, дать поручение администрации. Сегодня был комитет, на котором было дано поручение администрации, изыскать возможность найти три миллиона рублей, чтобы в следующих изменениях это было учтено. А мы со своей стороны, как департамент финансов, всячески пытаемся помочь УАГУ найти эти денежные средства прямо сейчас. Я бы позвольте вопрос задам. А у УАГУ есть в СМИ вообще? У УАГУ 16 миллионов рублей. Я об этом говорила сегодня на комитете. Поэтому было принято решение направить на главу администрации, изыскать эту возможность, либо это дополнительные деньги, о чем я всегда говорю, что должны понимать, что за денежные средства отвечают структурные ответственные подразделения в рамках техасигнований, которые им выделены. И самостоятельно руководители ответственного структурного подразделения, отвечающие за эти денежные средства, принимают решения и ставят приоритеты, что ему нужно сделать сегодня, что ему нужно сделать завтра, что послезавтра. В рамках этих денег они могут перераспределить себя сейчас таким образом, чтобы сначала сделать эту часть, потом сделать другую. Игорь Юрьевич, я бы знаете, какое предложение, поскольку ассигнование у УАГа есть, 16 миллионов ценных есть, значит, им поручить, разработать, сделать, а потом уже дальше мы будем смотреть. Восстанавливать, что им будет не хватать. Тем более, что зам по финансовому говорит о том, что возможно. Значит, давайте прям поручение сделать. Юрий Владимирович. Коллеги, я еще раз хочу заострить маленькие нюансы и внимание. Ольга Владиславовна, вы без своего руководства, главы администрации, замов каких-то, можете принять такое решение? Нет. Или распределить? Нет. Не можете. Все. Спасибо, я вас услышал, больше ничего не надо. Вот посмотрите, в очередной раз у нас нет главы администрации, его замов, которые бы самостоятельно могли принять решение и дать указания. Я два раза ездил в запрадательное собрание на совещание по землям, чтобы нам вернуть эти все вещи. У нас ситуация сложилась очень каверзная такая. Мы отправляем туда документы, область нам говорит, господа, у вас есть деньги? Тогда делайте. Денег нет. То есть мы говорим о том, чтобы область нам передала по землям все какие-то там перераспределения вот этих полномочий, а у нас мы сами ничего для этого не делаем, чтобы у нас такое ощущение, что администрация саботирует вот это мероприятие, которое очень важно для города. Поэтому я очень просил бы, чтобы этот вопрос не камул никуда, а был доработан до конца, в ближайшие сроки. Потому что надо провести конкурсы, Красноармейка у нас разбита, ее надо делать. И это все касается всех, и Петрищева, и Галкина. Спасибо. Давайте голосуем. У меня есть, давайте конкретно дадим. Вот предложение, дадим поручение в сроке, как это сейчас модно называть, дорожную карту. Я хочу до следующего бюджета комитета на Агрейское доложить о размещении конкурса в рамках текущих ассигнований на зональное планирование Петрищева, Галкина, Красноармейской и прочих пожеланий Комитета по оградостроительству и архитектуре, который... Юрий Владимирович, вот смотри, мы на комитете не можем... У них есть 16 миллионов рублей. Разыгрывать сегодня хоть один конкурс? Нет. Текущие, даже на текущий, на следующий момент... Короче, в порядке. А есть регламент, есть порядок, есть законодательство, поэтому к апрелю месяцу мы должны просто предложить адекватное решение. Ольга Владиславовна, мы хотим неадекватное решение к апрелю месяцу, а к апрелю месяцу, чтобы был размещен конкурс, о котором Юрий Владимирович говорит на протяжении... С момента, не вопрос, он может сделать бюджетные передвижки на сегодняшней Мартовской Думе, в апреле объявить конкурс. Пожалуйста, кто думает... Уважаемые депутаты, я прошу проголосовать за данное решение. Конкурс разместить. Да, разместить конкурс, необходимые передвижки сделать на Мартовской Думе и внести с голоса. Если надо, соберем еще один комитет. Кто за? Прошу голосовать. Можно уточнение? Спасибо, коллеги. Знаете, вот я вам скажу... Мы на комитете нашли, откуда взять. Есть рекламная компания, в которой соревнования есть 3 миллиона. Они говорят, мы заработаем вам 14 миллионов в этом году, давайте у них заберем, у них будет стены, чтобы заработать. 14 заработают, возьмут с вами грешку. А дело надо делать. И еще строительные там у нас вообще никто ничего не строит. Юрий Владимирович, вы слышали, за что мы проголосовали? Я сказал, откуда взять деньги. Мы на комитете, мы тогда... Вы слышали, за что мы проголосовали? Что в рамках действующих бюджетных ассигнований разместить конкурс на планирование? Необходимые передвижки сделать на Мартовской Думе, вынести с голоса надо? Следующий вопрос. У нас осталось два вопроса. Юрий Владимирович, следующий вопрос тоже твой. С требованием одного миллиона рублей. Это там же. Предлагаю проголосовать. Он в этих же? Значит, мы за этот вопрос проголосовали. Продолжение следует...